Спасибо за приглашение. Я начну с очень старого, известного анекдота, потому что он здесь повторился сейчас у меня. Может быть помнят, есть такой анекдот. Двое летят в воздушном шаре, тут поднялась буря, их понесло, повертело, закрутило, и они потеряли ориентир. Потом через некоторое время буря улеглась, они немножко опустились ниже, и видят на земле человек. И они кричат, где мы? Он на них посмотрел, потом говорит, в воздушном шаре. И в это время поднялась буря, опять на чеху несло. Они говорят, вот мы ничего не узнали, но отвечал нам математик. Почему? Потому что отвердимый был точный и бесполезный. Так вот, ситуация здесь повторилась. Я иду со станции, вышел на большую дорогу, где машины ходят, где большой дом слева, и спрашиваю молодого человека, идущего навстречу, как пройти к главному корпусу. Он говорит, это рядом, и пошел. И пошел. Потому что я думаю, что я не знаю, кто он был, математик или физик, не могу сказать, решить. Я думаю, что он вообще был никто, в смысле не студент. Так, ладно. Ну вот теперь я буду рассказывать вещи, которые, я не знаю, я думаю, когда-то будут полезны. Может быть, сейчас они бесполезны, может быть, в смысле прикладных приложений. Ну, когда-то, я думаю, они пригодятся. Итак, значит, я буду рассказывать про сгибаемые лавранники и их некоторые геометрические и механические свойства. Зачало много историй, естественно. Так, как мне тут это дело крутить? Поезжал просто. Так, ну, значит, вот. Поезжал, поезжал. Да, ведь. Что такое, поезжал? Нет, просто стрелка вниз. Что такое, поезжал? Можно и стрелка вниз. Что такое, поезжал? Сейчас он в фоллскрин. А, там еще есть, ясно, хорошо. Так, вот у меня план доклада написан здесь, получается. Я думаю, что я не с чего смогу рассказать. Ну, сейчас, по крайней мере, скажем, до пятого пункта и дойду, наверное. Расскажу, да. Теперь немного истории. Откуда появилась, то, что, скажем, та главная часть доклада, которая будет рассказана, откуда она появилась? Она появилась из теории изгибания многогранников. Что такое изгибание многогранника? Это есть непрерывная деформация многогранника, в ходе которой все его грани движутся, как абсолютно твердые тела, но изменяется хотя бы один двугранный угол. Это значит, что движением это не получается. Это новая форма, новое положение многогранника. Но, на самом деле, формально рассматривается движение, просто когда мы двигаем, то ничего не изменяется. И в той грани, как твердые тела, нужно назвать тривиальное изгибание. А вот не тривиальное, когда хотя бы один двугранный угол изгибается. Примеров изгибаний вы имеете каждый день. Берете, например, у вас коньячка. Вот, пожалуйста, это вот изгибание. В ходе изгибания, вот эти твердые тела не изменяются, а угол изменяется. Так, ну вот, что же бывает, если возьмем более сложный пример, чем вот тот, который сейчас я взял. Скажем, вот, это тем самым пример двугранного угла, распатриваем мы как многогранник, да? Вот возьмем, давайте, более сложную ситуацию, когда у нас с вами есть треогранный угол. Вот треогранный угол. Тем самым три грани образуют треогранный угол. Он не изгибается. Вот можете, как, я вам, я специально поставил другой, что, то есть, неважно, какие там грани, или могут быть четырехугольные грани, или пятиугольные грани, это неважно. Скажем, вот, у клуба, скажем, при вершине четырех грани, а не квадраты. Вот это не, вот мы можем, как, взять, ну, проведите, правильно, чтобы, как, видишь, что не движется ничего. Ничего движется не может. А если возьмем уже четырехгранный угол, уже вот он, четырехгранный, вот он уже деформируется. Тем самым четырехгранный угол изгибается. Ну, вот пятигранный, тем более, сгибается. Ну, вот, а теперь, если взять уже, вот это, чем этот моногранник хороший или не, они, в основном, чем он отличается, у него край есть. У него есть край. А если у нас моногранник без края, то что будет происходить? Тем самым, ну, скажем, пусть все грани, все вершины являются вершинами четырехгранных углов или большего количества граней, каждый отдельный будет изгибаться. Вот, ну, изгибания каждого моногранного угла в каждой вершине должны быть согласованы. Тем самым, вот, это изгибание, оно влияет на изгибание следующего и так далее. И если замкнут его своим моногранник, то получится, что вот они таким должны быть согласованы. И это получается, что трудно, на самом деле, придумать пример изгибаемых моногранников. Первая теорема о несгибаемых моногранниках была доказана каши еще. Так, у нас мел есть, да, Дрянь? А мел должен быть? Тряпку я вижу. А, там, да. Если что, у меня есть цветной моногранник. Да, ничего, ничего, я не... Если вдруг понадобится. Так, значит, первый раз, первая большая серьезная теорема на эту тему была доказана каши. Значит, он доказал, что любой выпуклый моногранник не сгибается. Это его теорема. Вот вам пример, пожалуйста, тоже, Паш. Вы можете попробовать его Дири, но он не сгибается. Ну, не надо только усердствовать, а то сломается. Может, и усердствовать, сломается. Ну, это я понимаю, но все-таки, у нас имеется в виду разумные. На эту тему тоже был такой мультик, помните, нет? Там мультик такой, значит, идет, значит, баскетболисты играют, школьники большие уже, там, старшеклассники. И они, скажем, подрались там. А преподаватель, как раз, всех разнял, построил, говорит, вот смотрите, надо жить дружно. Один прутик ломается, а попробую сломать веник. Так, здоровым, таковым парнишкам. А у него раз и сломал. Поэтому надо все умер делать, то есть получается. Так, и тут, кстати, есть тоже маленькая история. Она следующая. Это теорема, все называют теоремой Каши, называют. А на самом деле она теорема Лежандра Каши. Потому что Лежандр, у него есть такая книжка «Элементы геометрии», которая считалась, ну, она была лет, пока не 50-60, учебником в французских школах, лицеях. И первое издание этой книги было в 1794 году. Так, и вот, когда я был в Париже, я пошел в национальном библиотеке имени Метерана. Я взял это издание 1794 года, в общем, в отделе редких книг. Там очень строгий контроль, нельзя, например, или мясовую ручку. Только должен быть карандаш рядом с тобой. Так что они сами дают карандаш, а ручка нельзя, потому что вы нечаяненее можете чем-то такое написать, книжку испортить. Да? Так, и вот, я, правда, немножко по другой тематике смотрел, но заодно обнаружу следующее, что на самом деле, на самом деле, это теорема, надо бы называться Лежандра Каши. Потому что Лежандра поставил следующий вопрос. Есть известные аксиомы, определение равных тел, у Эвклида еще в началах. Тела же равные, те, которые имеют равные грани. Вот такое определение. И вот, и вопрос. Это определение или, на самом деле, неопределение, это, так сказать, или нечто новое. В 1756, по-видимому, год, я не очень точно помню последнюю цифру, может быть, 54-й год, Симпсон, шотландский математик. Фамилия вам знакома по анализу. Вот такая фамилия. Метод Симпсона для вычтения нейтралов, определенных нейтралов существует. Так, и вот, значит, Эд Симпсон привел контрпример, очень известный. Мы имеем куб. Имеем куб. Так, и вот тут, я уже не буду сараться временно и тратить на точный рисунок. Так, тут нет грани. Тут грани нет. Мы можем вверху построить пирамиду. Так. И ту же пирамиду взять. Такой же второй куб надо взять. И опустить просто вниз в вершине. Крышка вверх, а из вниз. Все грани одинаковые. Все грани одинаковые. Ясно, что грани не одинаковые. Неравные. Неравные дела. И он-то представлял себе, наверное, это... Так, вот дальше уже идет толкование заявки, да, сказать. Это известный способ, сказать, интерпретации. О чем тот думал человек, который это формулировал. Да. И вот после этого... И вот... Да. И поэтому... Кстати, понятие выпукл с Евгей-игрейской математикой не встречается. Да. Тогда все было выпуклое. Смотри, ясно. Хорошо. Да, хорошо. Теперь... И вот религиозанты спрашивают тем самым. Вот это определение. Это общее свойство или же это теорема? Вот то, что это определение без комментариев, так сказать, нельзя принять на веру. Вот это контрпример получается. Вот. И он поставил вопрос. Значит, верно ли вот это свойство, верно ли это определение, если мы будем предполагать, как говорит Андрей Михайлович, что мы рассматриваем выпуклые монограники. То есть тем самым, если выпуклые монограники имеют равные грани, ну и равные, одинаковые строения, комбинаторные, будут ли они друг другу равны или конкурентны. Вот этот вопрос он поставил. Вот в этой книжке своей. Там, кстати, не самой книжке, там у него дополнение еще есть. Текст основной и дополнение. Так, и доказал, что это так для некоторого количества монограников. Например, вот для Тетраида, для Актаида, например. Вот, то есть для флатоновых тел, я не знаю, для всех ли он доказал, но они, в основном, для некоторых количеств он доказал, что действительно это верно для этих вот тел. Вот, и причем доказал с помощью двух лем, которые Каши взял и обобщил на общий случай. И именно ранее кто же взял для общий случай. Поэтому, на самом деле, задача, поставленная жандром, решена для частных случаев, предложен метод решения. Каши только обобщение сделал. И поэтому называть эту теоремию, называть, скажем так, исторически справедливой теоремией жандра Каши. Я так и стараюсь в своих работах это так называть. И для меня было удивительным, что французы не знали этот факт. Что они восприняли с энтуиазм, вот мое, так сказать, открытое, везде упоминают, что Сабитов нашел. И в то же время, нет, 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 и в то же время, не так. В то же время, Лебек пишет, что вот у жандры это заказано, у него есть такое, да. И он говорит так, что вот, кто прогулит эти понябрежные носения, где букинистические магазины, и кто роется в старых книг, он может увидеть именно в этом издании, вот этот факт. Именно это, потому что в последующих изданиях он почему-то не включил эту часть. То есть до 1815 года, не может быть, 14 года, после этого существовало, не знаю, 7 или 8 изданий было, после этого, на Мехмате, есть третье издание 1884 года. В этих изданиях Лежандр об этом теореме ничего не пишет. Я не знаю, в чем была причина, тоже, может, думать, не понятно. Ну, когда уже, конечно, доказал, он уже включил больше. Это было 10 изданий, с этого начинается уже, он включил эту теорему уже, свой учебник. Да, и теперь вопрос, хорошо для выпукла доказали, что это они неизгибаемые. А как вынесли условия выпукла, что это убрать? И вот целый век, весь 19-й век, до 1897 года, этот вопрос оставался открытым. А в этом году уже указанном бельгийский математик-инженер Брикар привел пример изгибаемых вновиранников. То есть он рассмотрел, на самом деле, так, октайдер рассмотрел и дал классификацию всех изгибаемых октайдеров. Во-первых, они существуют, изгибаемые октайдеры, во-вторых, дал классификацию, как они устроены. Там три типа получаются. Но его пример был немножко нехорош тем, что эти изгибаемые октайдеры являются самопересекающимися, являются. Они имеют самопересечение. Так вот, я привел кусочек этого примера. Вот эта часть октайдера. Вот тут у нас тоже есть, вот видите, вот у нас заклеены, вот они есть, свободные края, да, свободные края. И тут свободные края есть. Вот надо из них провести плоскость, соединить. Туда будет самоопересечение. Поэтому физическую модель построить нельзя, изгибаемого октайдера. Но, если вы заинтезируетесь, можно построить модель из ребра можно построить. Модель из ребра строится. Ребра не само пересекаются. И есть такие модели, у меня их с собой нет, ну вообще, даже на самом деле не было. Но я видел модели такие. Просто ребра надо взять и как-то его заединить. Это вот каркас ходит. Каркас ходит. Так, и теперь, и после этого опять стал вопрос, а существует ли вложенное, то есть без самоопересечения многогранник, которые бы изгибались. И опять прошло почти 100 лет. Это тем самым в 1977 году уже. Тут давайте будем напишать брикант, напишу его. Так, как положено. Здесь, значит, американский математик. Кан-Ми построил первый пример изгибаемого многогранника без самоопересечения. Без самоопересечения. Так, вот его пример. Вот он ходит. Такой. И у этого многогранника 24 помоев вершины. В окошко можете смотреть, как это происходит. Держи. Так. Это первый пример. После этого, после этого, уже появилось упрощение. Прямо на следующий год. В 78-м году. В 78-м году. Роберт, извините, Клаус. Штефен. Построил пример изгибаемого многогранника с 9 всего лишь вершинами. Так. Вот давайте я посмотрю вам, покажу этот пример. Это не он. Это не он. Так. Вот он будет. Так. Вот две модели. Вот он ходит немножко. Может. Вы другим передавайте. Вы только сами смотрите, другим не передавайте. Так. Вот еще такой же. Вот это вот с 9 вершинами многогранника. С 9 вершинами. Да. Кстати, вот маленькая модель этого самого... Ох, тут она расклеилась немножко. Тоже брик этого самого каннелевского многогранника. Совсем надо бы ее заклеить в это место. Вот так. Вот. Хорошо. Примеры построили сгибаемых. И когда стали их исследовать, оказалось, что объем этих многогранников в ходе сгибания не изменяется. Вот он ходит, свою форму изменяет, а объем не изменяется. И сразу возник вопрос. Это опять свойство конкретных сгибаемых многогранников или вообще общее свойство для любого сгибаемого многогранника. Ну и гипотеза проявилась, что любой сгибаемый многогранник не сгибается. Есть некое, скажем, никто не знает, кто эту гипотезу придумал. Включая каннель самого. То есть я знаю, что он отказывается от авторства этого гипотезы. А название он дал гипотезу кузнечных мехов, а название говорит мое. Название мое, а сама гипотеза сформирована не мною. Гипотез кузнечных мехов, вы знаете, что такое меха кузнечная? Кстати, мехи надо говорить. Да, мехи надо говорить. Да, меха это вот со шкурой уже. Мехи надо говорить, да. Ну, если вы знаете, значит, я не буду описывать, что это такое. Так, теперь, а почему такое название? Оно очень простое название, обоснованное. И закон... Так, по-моему, более мольет тогда закон. Произведение объема на давление постоянно, да? Вот, поэтому, если вы имеете мехи, сделанные в виде многограника, сгибаемого многограника, то раз объем не изменяется, то давление не изменяется. Значит, оттуда воздух не будет выходить из этого самого... из этого самого аппарата. И поэтому на самом деле называют гипозит анти-кузнечных мехов. Мехи сделать нельзя из этих многограников. Вот такая и есть такое название гипозит кузнечных мехов. Есть легенда тоже на эту землю, как она появилась. В институте высших исследований под Парижем есть в библиотеке модель изгибаемого многограника, вот этого самого такого, там, может быть, немножко проще, еще можно поставить, сделанный из металла уже, из жести сделан, настоящая большая модель. Ну, какого она размера, скажем, ну, больше моего портфеля, вот. Вот, прямо при входе в библиотеку стоит, и, может, вот так к нему коснуться, он там ходит, таким образом. Вот, якобы, значит, Дилин, курящий математик, каким-то образом впускал дым от своей сигареты туда вот, в эту модель, и дивил его, и дым не выходил. Дым не выходил. Вот, из этого дым сам у него, значит, появилось желание, что гипотеза, верно, так и приписывается. Ну, и вопрос оставался, опять-таки, как, это верно или неверно для всех общих, для любого изгибаемого многограника, или неверно. Так, гипотеза вызывала большой интерес, и были попытки всякого рода опровержений. Вот, ходит, видите, ходит, и явно объем не изменяется. Ходит, объем не изменяется. Это называется четырехрогий. Четырехрогий вот. А то, что объем изменяется, доказывается очень просто. Значит, автор этой модели сделал, вот, на грани сделал свисток, который вот у детей бывает, и играл на это, как на волыньке. Как на волыньке играл. Ну, раз играет, тем самым воздух ходит. Воздух ходит. Так, вот, другой пример. Это называется ямской, называется, близнецей называется. С ямской близнецей. Ну, здесь вроде бы объем, может быть, и не изменяется, может быть, так. Ну, не знаю. Но оказалось, что эта деформация не является изгибанием в математическом смысле. Есть маленькая деформация материала на ребрах. Вот поэтому ребра абсолютно жестким не являются. Потому что они математически не изгибаются. Ну, и тут тоже есть богатая теория, которая развивается, харьковская математика Милкой, вот, на тему. Вот, это называется изгибаемые модели. То есть, изгибание точное, математическое, и изгибание моделей. Вот, тем самым, что здесь происходит? Тут деформация материала, она бесконечно малая, высшего порядка по сравнению с изменением расстояния. Вот. Вот поэтому, вот эти модели имеют, как у нас, а не механический интерес. Первый интерес, что все состоит, что инженерная конструкция не должна допускать вот таких деформаций. Это называется, с точки зрения, вот, вторая, вот последняя тема, бесконечно малых сгибаний, она не должна допускать бесконечно малых сгибаний. и она не должна допускать, потому что не будет устойчивости. Конструкция не будет устойчива. Вот, это первая проверка, и на эти темы очень много работ. Как имеется система, скажем, каркасов просто имеется, может быть, да? Заранее инженер должен знать, что это будет твердое, что это будет твердое. Ну, кто когда-нибудь еще иметь работу, скажем, на даче, когда вы видели, как строят какое-нибудь, не знаю, какое-нибудь маленькое сооружение, типа там сарайчик, туалеты, если я поставил эти четыре столба, то это очень достаточно. Столбы ходят вот так вот. Надо, по-первых, еще диагональнее провести. Ребята, рабочие-то знают, поэтому они сразу каркас, и какой диагональ такой проводят. Тогда уже будет устойчивость получится. Так. Ну, и вот теперь встал вопрос. Как с этой теоремой в общем случае? Вот моя цель доказать, что теорема Гиппоза Кузнеевича Мехова верна. Значит, как это будет доказано? Как это будет доказано? Вот, давайте посмотрим по сторонку вопроса. Сначала. Так вот, определение многогранника я вам уже дал, поэтому не будем, это останавливается. Так, теперь дальше. Мы рассматриваем многогранника с треугольными гранями. Это, ну, скажем так, просто. А что, когда грани другие, я объясню, что с ними делать надо будет. Ну, основой многогранника, в первом, скажем, промежении сам, это его комбинаторное строение. Это значит, закон, по которому соединяются ребра между собой и грань между собой соединяется. Это есть, вот, бывают многогранники, ну, скажем, куб и параллелепипед имеют одинаковое комбинаторное строение. Ясно, да? То есть пока же длина не участвует. Вот таким образом. Ну, скажем, или, как, скажем так, трапеции и параллелограммы, скажем, у них одинаковое комбинаторное строение получается. Так, поэтому за основу надо взять комбинаторное строение, оно характеризует строение многогранника, получается. Так, чем это надо будет, описать, надо отправляться от хорошего определения многогранника. Подумайте сами, попытайтесь дать определение многогранника в общем случае. Что это такое? Вы увидите, что здесь бесконечно много проблем получается, чтобы охватить всевозможные случаи. Определение многогранника, скажем так, классические, что ли. Ну, следующее. Отправляемся от математического понятия симплициальный комплекс. То есть имеется в виду бывает, добавим слово геометрический симплициальный комплекс, а бывает абстрактный, но геометрический. Тем самым имеется система треугольников, скажем так, когда у вас симплициальный комплекс, и система треугольников, и сказано, какие треугольники с чем соединяются, с другим каким граммом соединяются, сказано. И предполагаю, что после соединения получается некоторое топологическое пространство гомеоморфное некоторым многообразием. Как это достигается? Достижение такое выполнено. Надо, чтобы к каждому ребру прилегало ровно две грани. После этого исключается край. Край, к ребру прилегает одна грань. Края автоматически не будет. Но этого еще мало. Надо еще потребование звезды вершины. Если у вас звезда вершины есть, то вершины и все грани, имеющие эту вершину как свою часть. Вот если мы все грани возьмем, надо, чтобы они были изоморфны к кругу с разбиением его на секторы. Понятно, да? Такого у тебя должно быть. Но что этим исключается? Этим исключается, например, конус. Конус не смешно, а полный конус. Тогда у вас в одну вершину входит. Одна сейчас входит. И в другую сейчас входит. А, две пирамиды. Две пирамиды с общей вершиной. С одной только общей вершиной. Это запрещается. Потому что расположение грани не подобно, как сектор не получается. Это исключается. И, как известно, конус многообразием не является. В вершине нарушается требование многообразия. Так вот, тем самым... А потом, если мы... Вот это... Развитая гомеоморфность, это множество... Это пространство на многообразии, то мы на него отобразим. И получится то, что называется триангуляция многообразия. Получится. Триангуляция. Вот поэтому у нас за основой... за основой комбинаторного строения берется, значит, некоторые... Ну, структуры некоторого триангулированного многообразия. Так. После этого уже свой сопределение таким вот дается. Я сказал, что у нас с вами геометрический самописательный комплекс. Поэтому из того, что стоит, это треугольники. Треугольники, так... Кстати, как по-другому еще назвать можно? Это совокупность треугольников, которые составляют многообразие. Это называется развертка. 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 Так. Отличие вот этого определенного развертки от обычного состоит в том, что развертка обычно от многогранника происходит. Если многогранник есть, то совокупность треугольников составляет развертка. А тут у нас дана заранее. Это развертанное заранее. И мы не знаем. И пришла ли она от многогранника. Просто ладно и все. Развертка. Так. Есть многообразие M. И дальше я напишу. Вот так напишу. K. Это комплекс, вот его тело. Это множество всех точек, всех этих треугольников. Теугольников. Вот отображение. Отображение вот этого топологического пространства в R3 называется многогранником. Требование такое, непрерывное целое отображение. И линейное на каждом симплексе. Ну, образом, вот такое отображение может быть, что угодно может быть. В каком смысле что угодно. Например, все может в точке отобразиться. Если у вас треугольник, он может отобразиться в дважды покрытый отрезок. Скажем, A, B, C. А, B, C. То есть, A, B, C. Тем самым будет выраженный треугольник. Может получиться. Могут быть самопресечения. Могут быть самопресечения. Поэтому этот объект. Образ. Образ вот этого самого отображения. Это уже часть R3 будет. Да, это и R3 лежит. В общем, имеет сложную структуру. Поэтому, прежде чем говорить об объеме такого многогранника, надо определение этого объема. Определение. Так вот, определение следующее будет. Так, если у меня здесь в тексте, посмотрю. Так, хорошо. Образом называется вершином. Ну, например, я с тобой и ребрами, и гранями. Понятно? Так, теперь ими самое разнообразное строение. Так, его тебе надо предположить. Дополнительно, что там такое. Так. Описание не то, что я уже говорил, рассказывал. А теперь надо добавить слово ориентируемым. Надо, чтобы многогранник был ориентируемым. Что это такое? Вы знаете, да? Что такое ориентация многогранника? Тогда что будет ориентация многогранника? Значит, надо взять ориентацию одной грани. Это находится в ваших руках. Вот одна грань. Я делал ориентацию. Дальше уже не в ваших руках. Следующее я уже обязан ориентировать. Чтобы это ребро проходило в противоположном направлении. Вот. Тем самым дальше уже свободы выбора нет. Так вот. Тогда мы говорим, что согласовываем ориентацию двух грани. Так вот, если можно ввести на всех гранях ориентацию, так что она согласована со своими соседями, то такое многогранник называется ориентируемым, называется. Ну, когда выбор ориентации, он ориентированным называется. Ну, наверное, знаете, существует примерно неориентируемых многогранников. Это вы знаете. Или СМИ, например, да? Так вот, я предполагаю, что у нас с вами ориентированный многогранник. После этого ведем понятие обобщенного объема. Обобщенного объема. Что это такое? Вот у меня есть многогранник. Есть многогранник. Из ориентации. Из ориентации. Берем любую точку О. Для любого точку О. И построим над каждой гранью построим пирамиду. С общей вершиной О. С общей вершиной О. Тем самым у нас получится много-много этих тетрайдеров. У них основание, у каждого это грань нашего многогранника. Так, и теперь после этого мы напоминаем понятие ориентированного объема тетрайдера. Это, наверное, вы тоже знаете. Как это получается? Скажем, у меня здесь номерались, да? Тетрайдер Х. Это точка, пусть будет ИМИ. Это будет МЖ. Это будет МК. ИМИ. Может быть, точка О лежать по одной полоске? Сейчас, сейчас скажу. Не думайте пока, где что лежит. Есть какая система координат, конечно, предполагается. Есть система координат. Так вот, располагается здесь, мы вспоминаем, смешанное произведение. Берем, берется координат от этой точки, берется. И дальше идет по порядку, как, где у меня написано. Следующая будет КБ. ХК, К, ЗК, ХЖ, УЖ, ЗЖ. И одна шестая часть. Вот. Это ориентированный объем, буквально, Т. Ориентированный объем тетрайдера. То есть, он получается вычислением такого смешанного произведения. Так, и тогда сумма. А здесь мы ему поставим, какой-нибудь номер можно поставить. Сумма вот этих самых, ну какой-нибудь, введем какой-нибудь номер, скажем L, что не важно. Вот сумма ориентированных объемов, ориентированных тетрайдеров, называется обобщенным объемом многогранника. Оказывается, вот ответ на наш вопрос, что эта сумма не зависит от выбора точки О. Где бы вы его ни взяли, будет одна сумма получше. Это очень просто понять на примере этого самого многоугольника. Вот если мы с вами имеем многоугольник на плоскости, идем в ориентацию, потом определим таким же образом. Определим, значит, над каждым ребром построим тревольник. Так вот у меня ориентация вот идет. Так вот так вам, вот так вот. Вот у вас, вам есть ориентированный тревольник. Для него тоже существует площадь ориентированную, вы знаете, по-видимому, да? Опять, тогда же легко понять, что здесь будет таким, когда вы будете считать. Скажем, вот эта площадь какая получилась, с минусом будет. Потому что справа у вас есть тревольник, это с минусом будет, это площадь. Когда вот это будет считать, вот это будет, то этот тревольник с плюсом будет считаться. Когда сложим, плюсовая часть вот этого большого тревольника минусовается, это уничтожится. Поэтому все, что лежит, скажем, в стороне, это уничтожается. Вот на этом основе оказались. Так, и таким образом есть понятие обобщенного объема. Теперь, если формально никто нам не мешает писать объем для случая выразить. Пожалуйста, если у нас с вами тетрадер выразился, то есть грань в отрезок выразился, да? У нас получится объем вот такого вот тревольника. Какой вот объем будет, ноль. Объем будет ноль. Ну, а формально он входит сюда вот. Потому что мы хотим все случаи охватить. Получается. Итак, мы ввели понятие обобщенного объема. И в основе его лежит объем тетрадера. Ну, а теперь по поводу объема тетрадера я скажу следующую уже информацию, сообщу вам. Так, сейчас я хочу по докладу посмотреть. Иду ли я в порядке или уже меняюсь. Вот определение обобщенного объема. Оно повторяет то, что я уже сказал. Так, теперь дальше смешанные данные. Вот я сказал, что один факт, что от выбора точки он не зависит. И второй факт, если у нас с вами много гранек на самом деле вложены, то есть без самопересечения, то этот объем совпадает с обычным объемом. Какой мы с вами знаем. Так, хорошо. И вот теперь наша задача – это проверка и опровержена гипотеза Кудрича Мехова. То есть гипотеза о том, что для любого изгибаемого органика объем в ходе изгибания не изменяется. Так, теперь дальше. Теперь мотивации для выбора пути решения задачи. Напомним, что у вас есть площадь, вот для треугольника у нас с вами есть такая вот формула. Школьная формула пишется с корнем, но она немножко не очень хороша. Чем она не хороша, школьная формула? Два недостатка. Во-первых, с корнем всегда работают хуже, чем с многочленами. Это раз. И второй, мы с вами уже знаем, когда стоим выше школьного уровня, знаем, что есть понятие ориентированной площади. Она бывает положительная, бывает отрицательная. Поэтому надо иметь формулу одну, которая охватывает все варианты. Вот она и есть написана. В таком виде формула дает нам ответ. Находит s, квадрат, а потом уже бьет с плюсом, а с минусом этот корень в зависимости от ориентации этого треугольника. Так вот, эта формула Герона, знаменитая известная. Теперь давайте посмотрим, что бывает с тетрайдером. Вот перед вами нарисован тетрайдер, указан на ребрах, указан на них длинный указанный. Существует формула для объема тетрайдера. Вот она написана. Тут 22 слагаемых. Но здесь уменьшить нельзя, потому что тут написано равно. Раз равно, скажу, что ничего не выбросишь, ничего не изменишь. Так, у этой формулы тоже есть история. Так, сейчас я посмотрю, если у нее есть история. Нет, истории у нее здесь не написано. Сейчас чуть-чуть скажу. История эта формула. Тоже она занимательная история. Но в том виде, как это описано, в виде корня, она получена в 1752 году. Эйлера. Эйлера получена формула. Опубликована эта в трудах Петербургской академии наук в 1759 году. Такая создается в 1858 году. Ну, с некоторой исторической деталью. В это время он еще работал в Петербурге. Эйлера работала. И они выпускали, как мы сейчас пишем, отчеты о научной работе. Отчеты публиковали с большим опозданием. И во время публикации он уже был в Берлине. Это отчет за 52-й год получается у него. Так, получилась формула. Ну, тоже есть история этой формулы. Эйлер наверняка не первый. Наверняка не первый. А возможность найти объем тетрайдера только через длины, и установлена в 1490-е годы. Вот такой вопрос. Итальянским художником Пьеро Дья Франческо. Пьеро Дья Франческо. Это знаменитый художник эпохи Возрождения. Вот. Он привел алгоритм, по которому можно вычесть высоту пирамиды. А формула была известна еще древним грекам. Это основание, площадь основания высоты. Площадь знаем по фон Герона. Вот этот человек придумал алгоритм. Но алгоритм придумал с числами. Не в буквенном виде, а числами. Вот так надо сделать. Вот так надо делать. Ну, а эта формула стала известна с книги Тарталья, изданной в таком году. Эта формула не была известна. Она была открыта в 20-м году, кажется, в 20-м столетии уже. В книгах, там, в каких-то бумагах Ватикана. Вот. И она в рукописном виде. Эта формула была. Так. А в печатном виде, вот эта книга Тарталья написана. Она написана в книгах Тарталья. Но там тоже, в повторяющий раз, с конкретными числами работа проводится. И указывает, как надо алгоритм найти. Формулы там нету. Формулы там нету. Формулы нету. Так. Теперь. Что теперь дальше делать? Вот. Давай теперь посмотрим. Вот мы с моим формулой готовы для Тарталья знаем. Заметьте, стоит, в левой части стоит квадрат объема. Для самого объема нету хорошей формулы. Надо взять корень с плюсами. Надо писать. Теперь рассмотрим следующий вариант. Пусть у нас имеется пять вершин. Маленькая задача, что если имеем многогранник с пяти вершинами, с треугольными гранями, то всегда есть четырехугольная пирамида. Ну и надо, чтобы только основание было не четырехугольника, а два-треугольника. Там регулировано даже основание. Вот можете поупражняться и доказать, что другого многогранника не бывает с пяти вершинами. Только такой бывает. Вот. Ну теперь если у нас с вами такой многогранник есть, что мы можем сделать? Мы можем взять сечение А, П1, П2. Сечение провели. И нашим целым многогранником распад на две части. Часть, объем, Тарталья, А, П1, П2, П3. И другая сейчас получается. Так. Ну так, что получается. И с тем самым объем, чем будет равняться будет объем? Ну, будет равняться сумме двух объемов тетрайдеров. Ну, а может быть разность. Почему? Потому что если я взял, смотрите, вот у меня сейчас, что замечать, мы наши два тетрайдера расположим по разные стороны отсечения. Тогда объем надо сложить. А если вот это, допустим, отразить зеркальное, туда вот, такой ямочек там будет, да? Вот. То объем надо вычитать. Правильно? Так, а мы же считаем все возможные положения. Что мы с вами знаем? Только длинные знаем. Только длинные знаем. Вот. Надо учесть формулу, которая бы обслуживала все возможные положения этого многогранника. с данным длинными реберами. Так вот, тем самым надо придумать формулу такую, чтобы эпицелона не было. Чтобы для любого варианта получился ответ. Ну, это просто просто алгебраевское упражнение. Получается, что мы переходим к такому уравнению. То есть объем из корень вот такого многочлена. Так. И что здесь замечательного? Тем, что вот здесь стоят квадраты объема стоят. Квадраты объема стоят. А мы с вами как раз знаем формула объема, для квадрата объема знаем формулу. И заметьте, когда я такую конструкцию провел, я ни одного нового ребра не добавил. Поэтому все две неизвестные получаются. Считаем, подставляем вместе V1, V2 в квадраты их выражение по предыдущей формуле. Подставим, и что в итоге получится? Получится у нас с вами вот такая большая формула, в которой что будет замечательного? Все остальные, все. То есть соберем все подобное, приведем подобное. И вот коэффициенты при объемах это будут многочлены, а длинные ребра будут присутствовать. Так. Ну и здесь уже на этот раз что получается? Получится многочлен, у которого больше тысячи слагаемых. Ну, пока около тысячи слагаемых. Ну, тем не менее, вот для любого расположения вот этого многограника с данным длинным ребром, разные объемы будут получаться, они будут корнями этого многочлена. Ну, на самом деле всего лишь два корня будет. Значит, V, напишем так, как мы сейчас напишем, V в квадрате, ну, у меня там один использовался, ну, дай там так, первое, и V в квадрате второе. Ну, уравнение B квадратное ведь, уравнение B квадратное. Так, ну, а потом еще, если что будет, там еще плюс-минус корень повысится. Всего будет четыре объема. Четыре объема. С учетом ориентации. Некоторые будут с минусом. Тем самым, в каждой корне этого многочлена есть чей-то объем. Этот объем получается. Так, ну и тем самым, что мы получаем из этих двух примеров, что существует многочлен, у которого коэффициенты зависят, а длины ребра зависят. И такое, что объем многораника является одним из корней этого многочлена. Так. И вот это меня натолкнуло на мысль, что это должно быть справедливо для общего случая. И вот теперь основная теорема. Т.е. я часов не имею, поэтому я... Какое там у меня время? Получилось. Т.е. я час говорю, да, уже? Меньше, но в 50 минут скорее. Т.е. ну да. Хорошо, хорошо. Хорошо. И вот теперь основная теорема. Пусть у нас имеется некоторый заданный, скажем, многогранник с известным комбинаторным строением. Один и тот же тип комбинаторный К. И одни и те же длины соответствующих ребер. Т.е. существуют некоторые многочлены. Вот у нас перед нами написан, его вид написан. Такое, что вообще на объем каждого многогранника из этого семейства является корнем этого многочлена. Так, а коэффициенты многочлена, а маленькие и те, сами являются наполиновыми от квадратов длины реберного органика. С числовыми коэффициентами, зависящими только лишь от построенного органика. Ну, например, что можно сказать про числа? Когда вы видели формулу Детрайдера, помните, была формула? Там было, вот было число. 144 там была формула. И там были всякие комбинации с плюсами и с минусами. Были числа. Тоже самое для многогранника с пяти вершинами. Там тоже можно видеть, что есть числа. И вот они будут зависеть от комбинационного строения многогранника, получается. Так, и вот у меня доказательства я теория не могу сказать, не смогу. Оно конструктивное. В том смысле, что база индукции, доказывается по индукции, доказывается по индукции с помощью одной лемы. И база индукции Тетрайдера. Значит, если мы знаем, тогда уже каким-то образом идет. Индукция проводится и, во-первых, по числу вершин, и по роду, топологическому роду. Тем самым сначала доказываем для всех многогранников типа сферы, потом для типа тоже доказываем, тогда отдельно индукции. Так. И теперь, что могу сказать, какие комментарии или какие-нибудь следствия. Давайте посмотрим для этого. Ну, тоже, что самое полезное иметь алгебраевский смысл этой теоремой. Этот тоже полезный. Вот. И, может, тогда вы лучше будете понимать, какой его смысл. смысл алгебраевский следующее. Смотрите, пожалуйста, что мы имеем для многоранника с известными вершинами. Значит, вот у нас есть вершина с номером МИТ и вершина МЖТ. И у этого ребра, соединяющего вершины, известен квадрат длины. Значит, какая будет формула? ХИ минус ХЖ в квадрате плюс ИИ минус ИЖ в квадрате плюс ЗИ минус ЗЖ в квадрате, равняется ЛИЖ в квадрате. Значит, получается система уравнений. Сколько вот уравнений? Равно число ребра, да? Да, число уравнений равно число ребра. Так, число ребра. Право сейчас даны. Поэтому каждое ребро, я его записываю так. Общий факт пишу. Я пишу вот так вот. Значит, все длины являются функциями координат. Функциями координат. Так, теперь объем. Если я объем тетрадера выражу вот этой формулой, и возьму сумму, то получив весь объем, он тоже будет функцией координат. Это у нас многочинение второй степени, это многочинение третьей степени будет координат. Так вот, в чем стоит алгебрический смысл? Это уравнение. Уравнение 1 для объема. Если я взял этот многочинение коорд V, я его еще напишу L. Значит, здесь V – это наша неизвестная. Значит, V – это наша неизвестная. основная переменная этого многочинения. А, у меня там, кстати, L и присутствует. И L, потому что коэффициенты от L зависят. От L зависят. Так вот, смысл следующий. Значит, я утверждаю, что объем получать для любого расположения этого многогранника. Для любого расположения. Вот. Так вот, если я возьму, если я возьму, значит, этот многочлен, и его так вот напишу, значит, заменю V как функцию X, и заменю как функцию X, это вот тождественное будет 0. Это вот тождественное 0. Вот. Почему от расположения не зависит. Расположение будет каким угодно может быть. Вот. И тогда, иначе будет, ответ будет 0. Вот. В этом и смысле здесь многочлен для объема. И поэтому можно дать, просто определение можно дать. Любой многочлен, любой многочлен, такой, что вот при постановке вместо V, его значение через координаты, через вместо длин их значений, имеем тождественное 0. Вот. Любой такой многочлен можно назвать многочленом объема. Любой многочлен. Так. Ну, а тем самым, у меня доказано, что существует такой многочлен. Ну, например, тривиальным образом, как другого многочлен получить? В общем, просто. Взять один мой многочлен, умножьте его на левую многочлен. Нельзя. Умножьте его на левую многочлен. Поскольку один сам будет 0, то он тоже будет весь мой. Таким многочлен очень много. Очень много. И, кстати, их очень много даже по конструкции. Потому что у меня конструкция, скажу, которая доказывала, она определена не единственным образом. Там на каждом шаге есть ветвение. Может так пойти, может так пойти. На каждом же они существуют. И вот теперь, после этого уже можно задать вопрос, какие же у нас получаются проблемы, какие следствия получаются. Кто-то получал? Так, хорошо, вот я тебе объяснил. Так, следствие. Что мы с вами имеем? Вот первое, что множество значений объемов в сигизометричных между собой многограндиков с одинаковым настроением конечны. Ну, потому что число корней конечны. Объем число корней конечны. Тем самым многограндиков их может быть много, а объемов их конечное количество. И сразу следствие. А вообще на объем в ходе сгибания не изменяется. То есть доказательство гиполизо-кузиско-бехов. В ходе сгибания объем изменяется непрерывно. Ну, теорема, маленькая теорема, не знаю, должна назвать теорема, смешно, но, конечно, вы же сделали, что ли. Вопрос, в общем, хороший вопрос для студентов на колоквием на первом курсе. Непрерывная функция, имеющая конечное значение. Какая такая функция? Константа. Константа. Вот доказательство гиполизо-кузиско-бехов. Оказалось, вот, надо было доказать такую теорему, а то оказалось простым следствием. Простым следствием оказалось. Так, хорошо. Теперь дальше. Ну, теперь, значит, я называю это обобщение формулой герона-многограники. Так, ну, теперь посмотрим, какие более серьезные следствия. Какие будут серьезные следствия. Так. Следствие, значит, такое. Вот я сказал, ну, в каком-то месте, что вот исходные данные омногограники – это их развертка. Или тот симплициальный комплекс, который определяет с вами комментированное строение. Если мы к ним еще добавим длинный, то уже метрика появляется. Метрика появляется. И вот утверждение, не утверждение, а одна из задач, главная задача метрической теории. Имеется развертка. Просто вот треугольники, как детские, скажем, игрушки, вот взяли, вот треугольники разложили. Я вот идеи не собрал, да, вот лежат. И сказано, что с чем соединяется. Вопрос. Седали можно построить на гране, где нет? Это называется вопрос об изометрической реализации данной развертки, называется. Это основной вопрос. Я говорю, что, что Ваня, многограника появилась в развертке. По его развертке. Так, теперь, в чем состоит проблема с сбором многограника из развертки? У вас треугольники есть. Сказано, что с чем соединяется. Сказано. Ну, не сказано, под каким углом. Понимаете? Вы будете, допустим, начать строить под одним углом. Вот видите, когда я построил, он автоматически каким-то, ну, это тоже вот, ну, вот, разы форму может получить, да? Ну, а может быть так, что нельзя построить. Ну, в общем, просто, простой пример, когда нельзя построить. В общем, простой. Смотрите. Я возьму развертка тетрайдера. Вот у нас с вами один треугольник. Вот теперь еще вот этот треугольник другой. Вот так написано, скажем так. Ну, такой одинаковый, наверное, здесь есть. Немного одинаковый. Здесь треугольник. Значит, еще один треугольник. И здесь еще один треугольник. Вот я из них должен склеить тетрайдер. Очевидность, что эти треугольники очень узкие. Я их склеил. Что я должен делать? Я должен попытаться, чтобы вершины совпали. Правильно? Это А, это А, это А. Они должны сойтись в одном месте. И вот здесь очень узкий треугольник. Как бы вы, когда вы, ну, максимально, что вы можете, вот, его крутите, вот, хотите сюда приблизить. То есть максимально вот так его расположение. У этого вот такого расположения. У этого вот такого расположения. Вот, когда вы хотите друг с другом совместить. Тем самым не совмещается. Не совмещается. Итак, вот есть примеры, разверток, которые, из которых треугольник построить нельзя. Построить нельзя. Как поможет вот наша теория. Ну, первое. Смотрите, пожалуйста, первое. Вот, что должно быть для объема, если тетрайдер есть? Вот я беру форму для тетрайдера. Ну, там, я его записываю. Если тетрайдер есть, то объем его какой должен быть? В квадрате. Неотрясательно. Значит, если я взял форму для объема, я взял, туда эти L подставил и получил минус. Склеить нельзя. Склеить нельзя. Так. Вот как это вообще для общих случаев. Для данного комбинаторного строения и для данных длинных ребер я многочленные знаю. Я взял данные, какие у меня есть. Эти A маленькие подставил, получил числа. И еще корни-то многочленные. Если все корни многочленные, там они для квадрата, эти многочленные, все корни, или отрицательные, или комплексные, то из такой развертки минограник склеить нельзя. Это первая теорема на эту тему. Такой теоремы не было. Вот. Теорема была Александрова, известная теорема, что если, так называемая, выпуклая метрика, это значит так, когда вам даны развертки, да, и там есть вершины, треугольник, которые в одной вершине сходятся. Так вот, сумма этих углов, всех плоских углов, должна быть меньше, чем 2π. Ну, не больше, чем 2π. Это называется выпуклой метрик. Вот для этого случая Александр доказал, что эта развертка реализуется в виде выпуклой умнограницы. Ну, у него есть один минус в его теореме, что он заранее не знает, какова структура будет у этого умнограника. То есть, некоторые 2-3 гоника могут лежать, совместятся, и получится вот такая грань получится. А некоторые, наверное, надо будет ломать, чтобы склеилось. То есть, описание строения комбинатурного не получается. Награник в метрическом смысле существует, а комбинатурном смысле неизвестно. Это очень сложный вопрос, но недавно его, вроде бы, и решили. Наш, скажем, как сформулировать, не знаю, слово белый или не белый, и, знаю, заотечественник, работающий в Германии, Иван Измесьев, тоже в сотрудничестве с другим бельницом из Петербурга, Сашей Бабенко. Вот, ну, откровенно говоря, их доказательства я не очень понимаю, и слушатели сказали, оно очень сложное. Оно очень сложное. Но, значит, она самая очень прекрасная. Ею занимался еще Виктор Валгальдер в самую раннюю пору, когда компьютеры только-только появились. Он говорил, что у него была группа студентов, которые, если дальше поставил, и, слушайте, ваши шоколадные ребята, там он каждый раз к ним заходил вечером узнавать, и каждый шоколадку дарил, каждому. Ну, это не помогло, а не в свой вопрос не решился. То есть узнать, каково коммертное строение на граниках получения помидоров Александрова пока не получается. Скажем, хорошо. Ну, вот яска, формально есть, но оно не очень такое легкое доказательство и не очень легкое применение. Так, ну, а теперь, а теперь получается, вот, первая теорема, вот, ну, она уже касается, эта теорема касается многогранника с фиксированными гранями. Когда я рассуждаю о существовании многогранника с данными, вот, данными треугольниками, то каждый треугольник переходит в грань. Это называется натуральная развертка должна быть. Натуральная развертка. Тем самым, раз мне заранее дано строение, комбинаторное строение дано, то, значит, тем самым, как и теорема, будет считаться таким образом, что для того, чтобы данная развертка была натуральной разверткой некоторого многогранника, необходимо, необходимо, чтобы многочлен имел хотя бы один неоприязательный корень, что бы имел. Так. Ну, а теперь, а как реальное? Реальное строение будет таким образом делаться, как я уже объяснял, надо найти угол, под которым эти многограни склеиваются. Чем угол определяется? Если я имею один, одну грань я имею, одну грань я имею, теперь, значит, хочу другой грань приклеить, да? Так, да, что получилось? Смотри, вот так вот получается. Если я знаю вот эту диагональ, то я знаю угол. Я знаю угол. Значит, тем самым, про углы говорить не будем, а будем говорить про длины. Вот надо уметь, по данной развертке, не угадывать, а вычислять, какие бывают возможные значения диагонали. Так вот, тоже есть такая теорема оказывается. Я называю, вот когда, когда соединяются вершины у двух соседних грани, я называю малые диагонали. Это малые диагонали. Если мы знаем малые диагонали, то угол нам известен. Угол нам известен. Ну, источник, да, два пин, два пин, не знаю, если может быть. Вот так, хорошо. Значит, тем самым, и теорем такая существует, что если для каждой малой диагонали есть то же уравнение, понимание уравнения, в котором коэффициенты а большие зависит, а длинный ребер зависит, и от комбинатора настроения, и от выбора этой диагонали, естественно, зависит. В чем отличие этой формулы, этого уравнения от того, что для объема? Существенное отличие состоит в том, что здесь коэффициент не единица. Так, тоже многочленный. Когда мы с многочленными спокойно работаем, когда старший коэффициент не равен нулю. Если он равен нулю, то, может быть, следующий тоже будет равен нулю. Да. Поэтому, что получается, что происходит в ходе сгибания? Как раз в ходе сгибания диагональ изменяется, принимает непрерывное значение, целый интервал. Значит, мы имеем заодно, что имеем сейчас, необходимые условия сгибаемости. если сгибается, то обязательно в порядке все коэффициенты обращаются в ноль. Если бы хотя бы один был не ноль, то уже диагональ нашлась бы диагональ. Ну, как корень мы. Итак, заодно мы знаем уже необходимые условия сгибаемости. Вот, если мы имеем все коэффициенты ноль, то есть хотя бы один ноль, то не сгибается. То не сгибается. Достаточно, что пока маловато, но необходимые условия получились. И вот теперь я хочу продемонстрировать, как можно с помощью вот этого самого метода построить октайдер с данным набором длин. Так можно переставить на другую самую файл? Да. Сейчас я на нем я и закончил. И из этого надо выйти. И там есть калькулирует дай гонал. Хорошо, видимо. Калькулирует. О, я слишком разогнался. Калькулирует. Нет, выше, выше, выше. вот калкулирует. О, все. Сядь, асёкут. Тут немножко хуже будет видно, ниже немножко. То есть, мелковатый, неважно. Ну, как-то так, да. Так, вот у нас есть модель октайдера. Это не сам октайдер, модель октайдера. Комбинаторная модель. И приписано длинный, вот это обозначение длин, на самом деле не длинный, а квадрат длин. Вот даны их числа. Вот тем самым я имею шесть самых, восемь этих самых треоников с данными длинными реберами. Спрашиваю, можно ли из них склеить октайдер или нет. Так, что мы делаем? Мы делаем следующее. Мы делаем следующее. Так, пишем наношение объема для этого октайдера, для данных длин. Кстати, когда по поводу этого наношения, в буквенном виде он громадный, несколько миллиардов слагаемых. Поэтому ни один компьютер не может как его сочетать и где-то там в глубине он сидит, наверное, на экране вывести невозможно. Если я дам алгоритм известный, делаю то, делаю то. Если вместо букв я напишу числа, то считается. И вот получился многочислен, который вы видите. конкретные числа. Он поместился в трех строчках, поместился. Нашли корни этого многочлена. Вот перед вами там сколько было взрослых корней? восемь нужно будет. Ну, на самом деле не корень, а квадраты объем. Восемь разных корней. Восемь разных корней. Так, теперь берем многочислен для малых диагоналей. В детрайде всего три малых диагонали, соединяющие вершины противоположные. Три малых диагонали. Так, и теперь вот у меня выписан список этих самых объемов. Это же настоящие объемы, квадраты объемов. Там были с каким-то коэффициентом были написаны. Так, берем первый объем и пишем многочислен для диагонали. Вот я его написал, он получается шестнадцатой степени. Да, один шестнадцатый вид. Вот он, да, не шестнадцатый, шестнадцатой степени. Так, ну находимся его корней. Находимся его корней. Вот он написался. Это общий вид его там объемы участвуют. То есть берем одно значение объема, как мы с вами знаем. Их там у нас восемь штук, да? Вот по одному взяли, так, первый раз подставили, подсчитаем диагональ. То же самое заготовлено уже для чего там заготовлено для второй диагонали написано. Тоже через вид, написано такое большое многочисленное. Конечно, все с компьютером делается, естественно. и для третьей диагонали. Вот D3. Вот имеем многочленное диагонали. Теперь по очереди поставляем значение объема. Вот взяли объем первый раз равен четырем. Кстати, не знаю то ли сам объем, то ли его квадрат. Не важно, подставили. Получаем уже многочлен для D1 с конкретными числами. И вычисляем возможное значение корней. Вот их 6 должны быть корней, мне кажется. Остальные комплексы не получаются. Раз, два, три, шесть корней. Так, они не важны. Вот да, все. Итак, мы имеем возможное значение диагонали. Дальше перебором. Пусть диагональ D1 равен первому значению равняется. D2 равен второму и третьему значению. Шесть в кубе будет, сколько будет, 216 будет, да? 216 вариантов. И для каждой из них мы строим, пытаемся склеить этот самый октайдер. Оказалось, в этом случае только один вариант годится. один. В остальных вариантах в конце не сходится. Все не сходится. Так, и вот таким же образом поступаем со всеми другими вариантами значения объемов. Так, и получаем вот годится D1 равен четырем годится, D2 равен 36, D3 равен единице. Это годится. А если несколько диагональ подойдет, это значит не будет симметричен в этот образом? Нет, нет, потому что сейчас они же разные, поэтому это будут разные самые многочленные будут. Они разные будут многочленные. Так, сейчас я, кстати, эх, жалко с того не захватил, я объясню строение. Взяли другой, вот следующий объем взяли. Десять объем. Опять считаем корни этих многочленов, опять получаем несколько штук корней для каждого из них, опять начинаем перебирать, какая комбинация устраивает. Оказывается, опять написано комбинация, который устраивает нас. Тогда получается многочлен. Ну и так далее. И вот таким образом мы со всеми восьми корнями работаем и получаем мы с вами восемь возможных реализаций в виде октайдра восьми. Сейчас я объясню, как они друг связаны и откуда это все появилось. Ясно, что мы не считаем с потолка, а считаем таким образом. Происхождение очень простое. Вот этого примера и на эти корни это было бы очень трудно раздача. Для объема. Помните, мы хороший корень нашли. Для восьмой степени это не просто решить уравнение. Происхождение такое. Мы берем вот такой октайдр. Я взял все его шесть вершин на осях. Вот на эту какую ну скажем ос иксов скажем это скажем ос иксов скажем ос z вот одна и здесь вот здесь и здесь мы сами сначала построили так исти что мы имеем вот это называется октайдр сейчас немножко не так вот так вот у октайдра значит вот так связать две вершины то вот то что осталось экватором называется называется экватор так вот вот это экватор на сомн а это тем самым вот вершина одна и вторая вот это конкретно октайдра мы взяли и до него это длины подобрали посчитали какие там начали выдали а дальше как получат восемь штук в общем просто надо взять зеркальный образ этой нижней части относительно плоскости xy вот уже два октайдра уже получились сам и образ теперь у этого опять все плоское взять зеркальный образ относительно чего плоскости скажем zy было 2 стало 4 для каждого из них есть потом относительно плоскости zx вот получается 8 октайдров получается 8 октайдров ну мы это это мы заранее знали но просто подтвердили вочтение что так получается может не бывает и заодно что мы доказали на данном когда мы следующее что когда многостен был построен конструктивно я сказал что путь построенный не единственный не единственный и поэтому в общем случае мы почти ничего не знаем про степень какая вот степень ну я делал понятие многостен объема вот с помощью алгебраевского творчества если помните и задача нерешенная следующая как найти вот среди многостен объема те которые имеют старше кое-что единицы чтобы это очень важно и чтобы была минимальная степень чтобы была минимальная степень задача решена для многогранников типа сферы то есть гомеоморфной сферы род равен 0 это значит решена и там оказалось следующее что для такого класса многогранников существует единственный многочлен я его называю канонист единственный многочлен и он обязательно является делителем любого многочленного объема значит если мы если я построил его по моей теореме по моей конструкции какой-то марафин построил он должен быть разложен на скобки то есть то есть канонистский марафин он среди этих самых делителей находится среди делителей находится так вот мы специально была теорема отдельная что у октайдера существует многочлен степени 16 это независимо от теоремы когда построили многочлен для октайдера он оказался в 16 степени и так далее то есть и вопрос был мы построили он самый и может быть еще меньшую степень есть вот этот пример пока что меньше степени не бывает 8 корней еще плюс минус ориентации 16 тем самым то что мы нашли он канонический для октайдера меньше степени не бывает так ну и теперь что же я хочу сказать еще раз нерешенные проблемы такие могут быть давайте посмотрим вот как раз вопрос о степени вопрос о степени точнее не так вопрос но есть теорема о том что опять-таки для типа на самом деле сферы что степень существует многочин степени сейчас скажу как она связана вот такая степень 2n меньше равно 2 степени е е в число этих самых число ребер так что существует многочин степени такая что степень его не будет больше чем 2 степени е больше вы поняли я умножаю на любую многочин будет степень полу а теоремы о том какова степень канонического многочлена нету кроме октайдера кроме октайдера такой теоремы нету еще это вопрос и более того существование канонического многочлена для многогранников любого другого типа тоже неизвестно тоже неизвестно второй вопрос значит я взял данную комбинаторную схему и многочлен я написал какой-то написал многочлен хотя бы даже скажем для октайдерского написал корни есть спрашивается всякий ли корень или с объем реальным объемом ну первый сразу ответ отрицательный если корень комплексный так вот допустим корень объем самый в квадрат в квадрат тем самым число которое больше равен нашли один корень который неотрясательный спрашивается будет ли это обязательно объем какого-то многогранника ну с данным набором ответа в общем случае нет это чрезвычайно трудный вопрос я даже не вижу как к нему подступиться для октайдеров оказалось так что нет не всякий корень будет объемом из примера октайдеров октайдер в смысле коммунитуростроения имеется в виду не видим многогранника из типа коммунитуростроения октайдера есть такой набор длини для которого многочленные имеют корень даже положительный а он не является объемом никакого октайдера так ну гипотеза такая что на самом деле это будет корнем или октайдер с комплексными вершинами вершин координатами то есть ввести формально оставить формулу для объема какая есть мы через смешное произведение оставляем и длину тоже форму оставляем форму оставляем вот то есть это не надо говорить о модулях ничего просто вот оставляет определение а координаты считаем комплексными возможно это наверное такая теорема должна быть что любой корень есть объем какого-то многогранника с этим набором длины и так далее ну если добавить что координаты могут быть комплексными это вопрос нерешенный вопрос нерешенный так ну теперь поскольку вы скажете немножко не совсем математики а к физике к технике скажем так я хотел не вопрос задать а вот мое желание мое желание скажем такое совсем придумать какой-нибудь технологический применение изгибаемых дайдеров можно придумать я вам сказал не физика а это инновация да 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 вот почему не имеют отношения инновации потому что у нас факультет называется инновацией высоких технологий тогда им передайте что существует такое сгибаемые граники как их использовать в технике какой-нибудь да где их используют я я себе так гипотически представляю что такое вот скажем там где тесно подводные лодки спутки и так далее представим себе какой-нибудь прибор работающий в каком-то газе специально постоянном давлении он занимает место а там еще какой-то другой пример ходит какая-то стрелка ходит так вот надо сделать так чтобы когда стрелка натыкается вот на это место вот тот изгибался тот изгибался объем остался постоянным тот прибор который там в нем находится работа продолжает нормально работать а эта стрелка пройдет мимо а потом потом не знаю вот такая фантастическая скажем так вот вот есть так теперь сейчас еще сейчас секундочку еще только то что голове было еще одно а сейчас какое желание было что это такое странное так еще что было мое пожелание так ну во-первых вычислять надо быть объемы мы только для октайдра умеем вычислять это раз правда сейчас есть формула у меня есть формула для нахождения формулы для объема для пирамид любого размера любой размерности любого количества вершин пирамида значит это многогранник у которого есть вершины соединенные со всеми вершинами ребром он может иметь очень сложное строение существует пирамида любого топологического типа любого я приведу вам пример такой пирамиды да он есть это вот пирамида пирамида с всем вершин и каждая вершина соединена с ребрами это пирамида по моему определению для него есть формула это пирамида простая форма готова есть вот и вот пытался найти форму для объемов для других многогранников скажем так вот так сейчас что же у меня из головы хорошая задача меня вылетела из головы так только чтобы она мелькнула когда я вам рассказывал про седачку так про техническое применение этого вопрос такой ну ладно я сейчас немного как-то вспомню потом может быть вспомню как получится тогда я даже скажу если я вспомню какая значимость может быть так ну теперь давайте я расширил ваш кругозор вот что нам дало исследование вот таких октайдеров и так далее вот эти два изометричных октайдера у них одинаковые ребра то есть грани соответствующие грани существуют одинаковые один выпуклый другу не выпуклый так вот у него выпуклый объем больше у него выпуклый больше для кривых такого не бывает выпуклого кривая просто сюда больше всего не выпуклый с такими же длинными реберами а здесь бывает так так что мир моногранников он мир не выпуклый моногранников он очень еще богат разнообразен и не исследован там всякие неожиданные вещи бывают всякие неожиданные вещи бывают так ну я все-таки задачи так и не вспомнил какой еще добавить хотел кроме этого так ну все я закончил спасибо спасибо спасибо